Песня не к чаю. Да, песня не к чаю, да. В душе я русский. Это что там в мире, в России? Девушки или еда? Прям с самого начала. Четыре концерта, причем это длин уже был. Зато ты разбираешься в немецком пиве хорошо, этого уже достаточно. Да, да. Но группа когда работает и живет и дышит вместе, всегда как одно целое, это, конечно, тут не заменишь просто никак вообще. Друзья, всем привет. С вами группа Airwood. И сегодня мы решили совместить приятное с полезным. Ответить на ваши вопросы, которые часто приходят в личку группы. И ответить на вопросы и сыграть еще несколько песен в акустике. Так что давайте начнем. Приятного просмотра. Ну давайте для начала я просто представлю группу. Андрей Браун. Это наш барабанщик. Он не все понимает, но он очень серьезно занимается русским языком. И я думаю, что скоро он будет разговаривать на таком же уровне. Так что я прав? Да. Ну все отлично. Вот. Андрей Браун. Барабанщик. Макс Герман. Наш басист. Фундаментальный басист, который играет на протяжении многих лет в группе. И мы очень рады, что Макс с нами. Это человек идейный, который видит просто со стороны и делает сразу замечания. И всегда в принципе в точку. Поэтому, Макс. Спасибо. Ну и наш гитарист Андрей Герт. Человек креативный, человек очень музыкальный, техничный. Это очень важно для команды, потому что есть музыканты, которые не гармонируют внутри группы. У нас в этом плане никаких проблем нет. У нас все получается. Андрей написал действительно немало хороших, красивых мелодий. И креатив просто прет. И это здорово. Андрей Герт, соло-гитара. Вот. Ну и Евгений Гор. Вокал. Может быть иногда гитара. Помогаю. Помогаю Андрею. Ну и перейдем сразу к вопросам. Первый вопрос. С чего все начиналось? Ну, я думаю, что... Пускай ребята, наверное, ответят. Андрюха, давай ты. Прям с самого начала? Ну так, знаешь, вкратце, компактненько, чтобы мы долго не... С самого начала, если начиналось это все... В 2004 году? В 2004 году просто так встретились, чтобы поиграть песни русского рока. Да, каверы просто, да. А потом поняли, что... И с 2006 года пошло более серьезно, потому что появился менеджер, который нам помог записать. Мы просто поняли, что у нас своих идей очень достаточно. И свои песни просто начинали писать, и тем самым это интерес больше привлекало. Да, с 2006 года пошло все более серьезнее. Знакомились с людьми. И, конечно же, я не знаю, сейчас хотелось бы услышать ответ от ребят. Второй вопрос. Эйрвуд. Что такое для нас Эйрвуд? Важно ли это для нас в плане написания музыки? Или это просто как визитка? Или как вы это видите? Не понял вопроса. Эйрвуд само название? Да. Название Эйрвуд. Почему Эйрвуд? И насколько оно для нас важно в плане написания музыки? Или это чисто наше... Я до сих пор помню, как ты пришел и сказал, что Эйрвуд будет. Мне приснилось. Я не могу знать, почему Эйрвуд. Анди, почему Эйрвуд? Не знаю. Молодец. Ну, тут на самом деле я просто спросил, потому что я думал, они знают, но мне просто приснилось. Может быть тоже приснилось. Да, и как Антон, режиссер, сказал, когда мы снимали клип оффлайн в Москве, он сказал. Эйрвуд поедет в Голливуд. Наверное, все просто. Тут все банально просто. Ничего это не значит. Некоторые говорят, мы ассоциируем с небесным лесом какое-то небесное царство. Да, я не знаю, как-то немножко уходит это все в какую-то эзотерику. На небесах рано еще. Мне бы в небо бегут. Лучше не надо. Нет. Ну, как бы ничего не значит. Оно действительно приснилось. Мы здесь как раз обустраивали нашу базу. И я пришел, и ребятам говорю, давайте вот так. Всем понравилось. Все. Утвердили. Ну, следующий вопрос я переадресую нашему барабанщику. Андрей, как ты видишь наше творчество? Нравится ли тебе наш стиль? И вообще, почему тебе нравится играть в нашей группе? В душу я русский. В душу я русский. А все же. Да? Я прочитаю. После этого я уже играл很多орусские Бэдс. И что я уже играл в нашей группе. Я удивлюсь здесь очень крутой, то есть эти гонки и будет здесь. Как мы пишем. Кэти мы пишем. Которые мы пишем вместе. играть. У меня очень много интересных элементов, которые я еще не знала в других бандах. Это дает мне такое ощущение, что это очень весело играть, что там есть энергия. И что Андрей иногда делает на гитаре, это очень круто. И это фундамент между Максом и Мир. Это как мужчина и женщина в семье. Это просто функционирует. Поэтому я никогда не могу сказать, что у меня нет времени для вас. Для меня это очень четко. Сделай подарок сегодня, куда-то ехать надо. Ты рядом, останься, не уходи так рано. И слабость на раны, ты руку положи. Не надо больше доверять чужим. Давай мы завтра вместе убежим. Здесь нас с тобой не держит ничего, кроме одного. И завтрак в постели, горячий кофе с молоком. За днями недели мы ждем чего-то нового. И грустные песни плырят за полчаса до рейса. До завтра осталось только полоса вдали. Не надо больше доверять чужим. Давай мы завтра вместе убежим. Здесь нас с тобой не держит ничего, кроме одного. Чего-то нового. Нового. Чего-то нового. Не ждем ничего. Друзья, вы интересуетесь где и с кем мы играли в прошлом, в настоящее время. Давайте вспомним легко. Андрей, как ты думаешь, с кем мы играли? С кем мы только не играли. Я даже помню. Раньше просто период такой был, когда намного чаще русские рок-звезды приезжали сюда, в Германию. И европейские турне. Мы у них выступали на разогревах. Тогда Женька, наш менеджер, очень интересно это все организовывал. С Бутусовым. Тогда проект Юпитер назывался. Братья Гримм, звери. Проехали немало городов. Текила джаз. Да, прям такой насыщенный год. Несколько лет проходило. Да. Да. Очень интересно. Познакомились. Вспомни яркий момент какой-то. Что тебя запомнило? Самый яркий момент, наверное, это когда мы выступали с группой «Братья Гримм» в Берлине. Всю ночь протусили, прокатались по Берлину. Четыре концерта, причем это Берлин уже был последний. Это заключительный был концерт, да, уже так прям, когда друзьями такими стали. До сих пор поддерживаем отношения с многими музыкантами из этих групп. Очень приятно, очень хорошо. Ездили по Берлину и кричали, просто орали песню из микроавтобуса про какого-то муравья, которую сейчас нельзя ни в коем случае спеть, потому что это будет не к чаю. Песня не к чаю. Песня не к чаю, да. Но, действительно, это было незабываемо. Вот. Макс, ты... Макс уже чуть попозже присоединился к группе. Мы играли вместе концерт «Текила джаз». Да, захватил и Штутгарт, и Франкфурт был «Текила джаз». Даже два, точно. Классные ребята, да, особенно барабанщик у них, конечно, очень. Это был тоже интересный момент. Интересный вообще, да. Момент я сейчас не вспомнил. Я очень начитанный, когда он нас начал спрашивать, что вы живете типа в Германии, кто из вас знает Гёте? Какие книжки немецкие вы? Да. Каких поэтов знаете и так далее. И начал нас там отчитывать. Ну, как бы, после концерта, когда ты уже немножко выпил пиво для расслабухи, и тебя просто спрашивают про Гёте. Ну, там, по-моему, не до Гёте вообще. Зато ты разбираешься в немецком пиве хорошо, этого уже достаточно. Да, да. Вот. Ну, это действительно ему понравилось, что… Ну, потом были мы у них на концерте в Питере. Два концерта. Приглашали они. Да, да. В Питере или в Москве это было? Когда вы были в Питере? Подожди, что-то я не помню. Подожди, действительно. Они выступали же. И барабанщики как раз. С нами Андрюха тогда ездил. Где мы были? В Москве или в Питере? Да, да. Я знаю, что ты имеешь в виду, но ты напутал чуть-чуть группу. Там другая группа была, у которых мы были на концерте. И там тоже барабанщики. А, Mark Shader Kunst. Точно. Это тоже питерская группа. Нет, вот сейчас интересно так получается, и мы не будем это вырезать, потому что такие воспоминания… Мы не сидим каждый день и вспоминаем. А оно действительно теряется где-то там в подсознании. Вот. Поэтому… Ну да, вот Tequila Jazz действительно… Вспомнил, видишь? Потом еще… Потом уже все, да? По-моему, период вот этот разогревов, он закончился. Потом совместный концерт у нас был с «Мертвыми дельфинами». Да, у нас, да, действительно. Группа «Мертвые дельфины». Артура Цалама, ее лидер бессменный. И с ними мы отыграли концерт в легендарном клубе B2, который сейчас, к сожалению, закрыли. И это было тоже здорово. Но это уже сейчас… Это можно сказать наше время. Ну как… Четырнадцатый год, да? Четырнадцатый год. И как раз там все чаще и чаще начали выезжать в Россию. И также принесло все это с асионными музыкантами какой-то опыт. Ну, несомненно, конечно, с асиончиками играть здорово, все хорошо. Но группа, когда работает и живет, и дышит вместе, всегда как одно целое, это, конечно, тут не заменишь просто никак вообще. Поэтому я всегда счастлив, когда все могут спокойно сесть в самолет и полететь. И нет каких-то препятствий. Кстати, был вопрос по… Есть ли какие-то препятствия на вашем пути? Да. Иногда бывает. Это, например… А вы с гитарами в самолет не пройдете? Спасибо, Андрюха, да. Или какая-нибудь виза. Я не знаю, там какие-то проблемы, затягивается какая-то обработка визы или еще что-то. Сидишь, переживаешь. Потому что вроде бы наметили концерты, все сделали, а купили билеты причем. Потому что нас обнадежили, но в конце концов до конца еще не сказали. Да, все получится. Но всегда получали. Блин, все получалось пока, слава богу. Постучим. Вот, поэтому… По камню. По камню, да. Я достаю винил, крутится пластинка, уверенно стекает дождь в одну картинку. Я написал ответ на незнакомый номер. Запомни этот бред, запомни этот номер. Страшно. Страшно. Тебя нет уже в сети. На стене комменты. Медленно, но верно. Страх разрушает нервы. Несколько минут. Несколько минут. Я знаю, я не первый. Медленно, но верно. И ту сторону медали нам не показали. Знали, бдим. Знали бы, сбежали. Если б только знали. Страшно. Тебя нет уже в сети На стене комменты пошли Мне, наверное, если смею Твои медикаменты На стене комменты Твои 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 Стихи Твои Θя Твои Твои ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вплошной праздник. Действительно, много было событий. И причем едешь в тур или едешь на концерт, не только за этим кайфом постоять на сцене, встретиться с слушателем, с зрителем, а именно еще получить эти впечатления и их с собой забрать. Потому что они кормят потом очень долго. То есть это опыта, естественно, это очень важно. Но пересказывать все эти моменты, давайте просто начнем с барабанщика. Просто его самые яркие, или самые яркие моменты, которые ему запомнились, когда он начал выезжать с нами в Россию. Когда ты начал с нами? Это было 2015. 2015. В 2015. В 2015 году. Он пришел к нам в группу, и мы уже несколько раз выезжали с ним в Россию. Пожалуйста. Ваши. В последние моменты. В последние моменты в Москве. В твоей яркой впечатлениях. В 2015 году. В 2015 году. В первой туре. В первой туре. В общем, это было бы... И после конца, мы были в апартаменте. И, в чем мы были слишком громко, я не думаю, что это было бы. И вдруг это кричит на дверь, и полиции стоят на дверь. И мы думали, что это все. Полиции... После двух минут контроль, мы снова стоим на дверь. Бир, водка, фиш, сакуска, самагонка... Второй момент? Да, еще несколько других моментов. Второй момент, который я знал, мы были на дороге, я думаю, на концерт. Я не знаю, что это на концертах. Мы-то разжили и были пепелом. Мы все повсилили на такую слезу, и была очень большая батарька, который заканчивал и... Затем был... И мы были разжены в парке, один под правую, один под правую, и второй по нему.... Дальше, мальчик и Иди-то сказал мне, «Стоп! Мы��-то иду на правую» и он сказал... «С***!» И потом они приходят машины, и я думал, что это не так. Это был ужасный машина. Это был в Европа-парке. Это был как в автобусе на Европа-парке. Те, кому нравится наше творчество, они, соответственно, притягиваются. Кому не нравится, те проходят мимо, как обычно. Ни в коем случае нет такого подхода, что вот надо вот сейчас что-то так сделать, чтобы это понравилось обязательно. То есть мы делаем то, что нам самим нравится, то, что от нас исходит, и потом... Ну и учитываем, соответственно, тренд какой-то учитываем. В тренде нужно оставаться, да. Но чтобы вот прям вот под такой формат нужно все делать, мы никогда в жизни этим не будем заниматься. Поэтому, наверное, звучим как звучим, у нас есть свой стиль. Мы еще расскажем про людей, с которыми нам довелось поработать. И я думаю, что... Ну, это немаловажный, конечно, опыт для группы. Следующий вопрос. Нравится ли нам приезжать в Россию? И в России нас принимают иначе, нежели в Германии. Ну, как вы думаете? Ну, нравится, естественно, туда приезжать, потому что я сам с Россией. Во-первых, что едем с концертом – это одно. А другая – это возможность побывать в той стране, в которой я родился. Поэтому, естественно, да. Ну, а когда туда едешь еще и с концертом, это вообще в два раза еще интереснее. И совсем другая публика. Это просто нельзя сравнить. И действительно, люди приходят, слушают, поют. Знают наши песни. Они очень верные, да. То есть, действительно, приятно в этом плане, да? Да. Нечего добавить. Да, нам очень нравится приезжать в гости. С удовольствием. Обязательно будем пытаться завоевать еще больше городов. Да, да. Это цель. Мы же… Ты согласен с нами? Вообще, у него надо спросить, кстати, нравится ли ему в Россию приезжать или нет. У нас-то… Ну, мне кажется, он уже сегодня пару раз уже дал понять, что ему очень нравится. Много впечатлений. Но… Нравится ли тебе летать с нами? Да, конечно. Супер. Классник. Супергуд. Да. Я люблю метро. 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 Это действительно… Он всегда очень вдохновляется. И еда. Да. Пельмени. Классник. Чебуреки, шашлык. Да. Как раз вот вопрос интересный, Анди, к тебе, как неженатому человеку. Единственному неженатому. Что в России лучше? Девушки или еда? Байдес. Девушки, которые приносят еду? Да. Понял. Это не лучший. Ну, отлично. Следующий вопрос. Ну, очень часто задаваемый вопрос. Что по поводу будущего? Какие ближайшие планы? Ребята, какие ближайшие у нас планы? Очевидные планы. Постремиться дальше, продвигать свое творчество, завоевывать слушателей новых, делать новую музыку, новые песни писать. Что? Выпустить, наверное, наш альбом, который мы записали. Выпустить альбом. Это мы сделаем по-любому. Он уже лежит на полочке. Доработаем. Но я думаю, что тут нужно стремиться к тому, чтобы больше выезжать и, как сказать, стремиться к большой сцене, завоевывать узнаваемость среди русскоязычного населения или как сказать. Планеты. Планеты, да. Действительно, почему? Да что там в мире, в России. Так что очевидные планы вперед-вперед и только вперед. – Да, согласен. И, конечно, наверное, сотрудничество с интересными людьми, которые какие-то свои идеи внесут в развитие группы, свои вклады. – Скорее всего, продвижение. Так-то мы развиваемся все равно. – Да. – В отшлифовку материала. – Да, конечно. – Интересно очень поработать с электронщиками, да, то есть у нас много в этом плане тоже идей и вот хотелось бы тоже в этом направлении еще познакомиться с новыми людьми. – Что еще? – Можно официально предложить, пускай. – Пишите в директ просто. Мы готовы к сотрудничеству. Пожалуйста. Всегда рады. – Друзья, хотелось бы заметить, что на данный момент мы работаем с интересными людьми. И причем их несколько. И самое интересное, что в группе, в судьбе группы появляются такие люди на нашем пути. это всегда очень радует. И мы развиваемся, мы знакомимся. Вот. Например, сейчас, в данный момент ведется съемка. Это наши друзья, с которыми мы уже знакомы теперь уже, я так понимаю, пару лет. – Серега, ты махни, да, да, действительно. – Три года. – И так приятно, что можно обратиться, и мы действительно делаем что-то интересное. Это какое-то взаимное что-то, что-то такое вот обоюдное, потому что и общие интересы, и всегда какое-то интересное, креативное появляется на свет. Это прикольно. Вот. Это, во-первых, спасибо вам большое, что вы с нами. – Я бы хотел перебить, прям намного раскрепощает, приятно смотреть на камеру, когда видишь всегда одних и тех же людей, которых ты уже очень хорошо знаешь. Проверенными работами, так сказать. – Да, да, и большое вам спасибо, люди за кадром. – Еще, конечно, большое спасибо Николаю Ростову, это саунд-продюсер. На данный момент мы сотрудничаем и сделали два трека «Бергамотовые сны», «Оффлайн». Это здорово, это клевый человек, и спасибо большое, что мы сейчас дружим. Конечно же, Антон Завражна. Антоха, спасибо тебе за твой креатив в клипе «Оффлайн». Это интересная история, и вообще, просто ребята, всем большой привет всей вашей команде. Вы молодцы, и это знакомство незабываемо, поэтому я очень рад, что мы также продолжаем общаться и дружить. Ну и так далее. То есть здесь действительно, я думаю, что впереди еще много, и много интересного, и мы ни в коем случае не собираемся прерывать карьеру, хотим двигаться вперед и наслаждаться этим. Так что, я вообще предлагаю поиграть. Да. Поиграем? Да. Хорошо. Я думаю, что сейчас просто сыграем вам несколько треков, а вы уже и разместим эти треки, Серега, наверное, разместим их просто внутри фильма. Пускай, друзья, перематывают весь фильм и смотрят все сначала, чтобы не в конце. Так что, спасибо, что вы есть. Я не знаю, может быть, вы что-то даваете, ребят, или… Нет, ты все сказал хорошо, будем развиваться, слушайте нас. Друзья, получается очень интересно. Мы записываем этот видеоблог, мы назвали сегодня даты концертов в Санкт-Петербург, Тверь, Москва. Получается, этот блог выйдет и мы уже вернемся, естественно, оттуда. И вы посмотрите наши видеоотчеты из концертов, посмотрите этот видеоблог, ну и получается послание в будущее. Друзья, давайте сделаем следующее. Вы комментируйте, если вам понравится, мы запишем еще один видеоблог. Ребята, вы не против? Съемочная команда, отлично, все. Так что работаем, да? Сейчас стоит все-таки поиграть. Хорошо. Вперед. 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 Вперед.